всем привет сегодня на 7 июля 2020 года украина город кременчуг показываю новый сорт моей коллекции сорт персика рич мэй в этом году была очень холодная весна когда цвело данное дерево ну и в общем все персики у нас мороз был заморозки до минус 9 и продолжались около полторы недели до минус 3 4 как видно этот сорт неплохо загрузился я оставил все что было всю зависть потому что некоторые сорта вот как он грузанулся все сорта опылились не очень там пару сортов такие шо полностью с урожаем я решил оставить чтобы не остаться в этом году без персиков по этой причине естественно размер вес персиков не очень крупный но его тут висит очень много я его просто перегрузил сорт американской селекции вот такой вот имеет вид в том году было 7 сигналок они были по 170 грамм в этом году если 150 будут воды самые крупные это будет хорошо сорт урожайный можете видеть сами как он загрузился подвой на этом дереве пуми селект размер он сильный не раскачает на данном сорте и вообще на любом сорте дереву в четвертый год дерево невысокое два метра последние ветки два метра идут прирост давайте сейчас сорвем она у меня растет в полутени держится крепко вот такие вот в полутени из-за этого они не докрашены и они должны быть намного темнее вот такой вот персик рич мэй получается дом и он закрывает практически больше чем полдня солнце и она плюс дерево загущенное я в этом году не проводил летнюю обрезку персиков нереально не было время на это не на персиках не на яблонях короче недостаток солнца и свет он не такой насыщенный прямо если бы наверное на солнце он был бы наверно болел такой красный так ну что я скажу пережил холодную весну неплохо завязался при цветении когда были заморозки минус 9 отлично видите сами ну шо будем наблюдать дальше сейчас я положу на веса разрежу его продегустируем посмотрим какая мякоть отделяется косточка не отделяется пуша уже не помню в том году и пробовал сорт по вкусу мне понравился оценим уже его вкусовые качества так смотрим какой вес с перегрузом по-любому вес будет небольшой но его было много 118 грамм даже я перебрал по 150 не будет 100 грамм очень много на деревце на четырехлетнем плюс на спуме селекте вес вес конечно слабоватый ну я побоялся что сортов в этом году не будет персиков не попробуем с такими заморозками я решил не нормировать и оставить все персики которые завязались на всех и уже вам покажу как какой сорт себя показал в этом году по опылению по нагрузке вернусь то есть и на 10 на 10 на 1 на 10 на 10 на 10 на 10 на Косточка не отделяется, мякоть яркая, но он такой не перезревший, как раз для транспортировки. Еще не сильно он мягкий, то есть если он будет полностью спелый, переспевший, у него мякоть будет такая, чуть-чуть красноватая, с розовым отливом. Тут вот видно прожилки коэди есть, но он еще не переспевший, как раз тот момент, когда можно его везти на базар, ну если бы было насажено много деревьев. В этом году он опоздал, в том году он был у меня в конце июня, поспевшие первые плоды, но их было там до 7 штук. Естественно не перегруженный был, а не раньше доспевает. Перегруженные деревья по-любому оттягивают свой срок созревания. Так, давайте посмотрим сколько сока, оно видно и так, что сочный, надавлю, гляньте сколько сока течет. Сочный сорт, вообще класс. Давайте, он пахнет хорошо, продегустируем, какой у него вкус. У сорта сбалансированный вкус, сладкий, с легенькой кислиночкой, легенько-легенько. Ну я думаю, что если он повисит чуть дольше, дать ему полностью выспечь, чтобы он был перезревший, кислота может даже уйти, потому что коллеги говорят, что он сладкий, кислоты в нем практически нет. Но я не говорю, что он кислый, то есть она присутствует в нем, как кислиночка, такая пикантная. Вот такой вот сорт. Кому понравился сорт, можете звонить, заказывать черенки, есть в небольшом количестве. Для любителей посадить себе, привить себе, точнее в сад, и будете получать хороший урожай, в принципе каждый год. Только сажайте не на пуми-селекте, лучше сажайте на манжурке, или на миндале, на краняк, можно посадить его на дикое луче, или жерделе. Но только не на пуми-селекте. Пуми-селект он всегда дает мелкие плоды, то есть на нем вы не получите плоды заявленных качеств. В этом персике должен быть плод, заявленный производителем, где-то средний вес 180-200 грамм. Но вот на пуми-селекте у меня, как видите, грубо говоря, 100 грамм. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.